здравствуйте с вами Ольга я вчера вечером снимала видео на закатном солнце было очень красиво даже выдержала всех комаров и мушек но меня подвел микрофон и было ничего не слышно короче что-то он там запищал завиджал сказал не хочу речь твою записывать а я все-таки хочу вам показать некоторые свои растения которые у меня уже цветут и я конечно в восторге вот от этого лука по-моему его шуберт зовут вот этого красавца это мой инопланетянин в саду инопланетное такое чудо у меня тут очень понравился в прошлом году я его купила посадила в осень он перезимовал и вот такой вот он красавец вот такой вообще он конечно очень радует потому что но прикольный у него такие вообще антенны милое создание вот здесь розочки вот этот сэм прямо он вчера на закатном солнце искрился золотом он такой был красивый клематисы потихонечку наращивают массу на опору залезают повыше розочки у меня вот тут тоже вот на старых побегах мне общине нравится не листва и вообще все таки вот я оставила опять побеги и опять вот тебя ругают за это зачем я их оставила не нравится мне розы со старыми побегами но это вообще вот какие молоденькие идут тут некоторые такие страшные ужасные старые это у меня чубушник надоело мне с чубушниками они мне вообще не цветут вот они вот зеленые летом а весной они все голые ветки ничего они мне не дают посмотрите какая у меня тут красота тоже это лук тоже он потрясный на закате очень красивый мне он очень понравился советую всем на интересный просто интересный необычный и этим интересен синюха смотрите варигатная тоже но у нее лист другой сейчас покажу другой варигатную белую это лист ведь он такой желтоватый и но у меня тут раскидывается меня в общем-то не напрягает что они у меня сомала бутону розы влезла в клумбу не напрягает мне что разваливаться пускай разваливаться не знаю почему они у меня разваливаются но лист красивый цветет у меня здесь примала франческа вчера пока я снимала вам видео обнаружила создание которое жевала вот эти прекрасные темные такие насыщенные листья вот она мне тут все желала улитка она конечно смотрится очень красиво так вписывается она хорошо в природу в растении в цветы но блин она съела она его ела на нагло его жевал просто нагло глядя мне в глаза вот я ее убрала отсюда мне она такая красотка не нужно здесь уже зацветает от камчатский отчиток елочка горец обычный горец слуга из леса до сих пор цветет цветет очень долго украшается от начале лета мне прямо очень понравилось я вообще молодец это обычный колокольчик тоже с поля астранцева там за зацветает вот смотрите опять свечинка божьей коровки вон она какая красотка здесь garden lace у меня цветет вчера еще был цветочек сегодня уже нету это молоденький распустился и такая у него красивая листва здесь синюха цветет синюха везде цветет везде радует своей синевой синей пеной но красавица клематисы взбираются розамунда с бутонами здесь у меня в этой клумбе уже все все соединились земли практически не видно или или клематис и пионы полы не у меня тут короче тут много всяких разных это смолка роза кстати он там уже окрасила бутон здесь тоже вот кстати зацвел гибрид ворошиловый есть где-то вот мелон вайн как-то так так пойдем дальше здесь у меня красиво носивчиком цвету так велики обычная коллеги их показывала страусник ух страусник ох красавец какой прям вообще обалденный обалденный вообще конечно в этом году его не сильно потрепало морозами и смотрите какой он интересный это че это у него тут такое не поняла что это такое у него тут свернулся здесь у меня зацветает артемис самая ранняя розочка конечно она умница вообще она так хорошо перенес переносит вот весенние всякие катаклизмы и вообще мне нравится розочка конечно умничка она тут и сзади то у меня и амадеус розариум ютерсон почему потихонечку тоже зацветает какой-то пиончик тоже зацвет еще полу мамин вот не знаю без названия короче пион здесь коралл чарм вот сидит вижу жучара вот но могу сказать что у меня их немного поэтому я с ними не борюсь мне они не мешают их у меня мало там несколько штук сидит на горце несколько бывает на каких-то еще смотрите какой классный убежал паук вот поэтому конечно я понимаю когда их много с ними все ведут борьбу но у меня будет терпимо как-то их тут еще кто же никто не зацветает ирисы вот с такой листвой с красивый мне вот ирисы здесь нравятся ежики такие вот долго держат кстати до осени прям осенью такая листва красивая здесь клумбочка у меня разная на разные всякие травки многолетники которые могут переносить морозы заморозки и так далее весь и клематисы и готовники даже если у нас деле есть ячмень ух вчера как он горел на солнце закатом какой он был красивый вставлю в виде потому что естественно она у меня сохранилась это аудио не сохранился видео сохранилась но шалфей у меня тут веник веник очень красивый очень красивая у него листва в регатные и затесался вот сюда синюха затесалась типа она она тут с ним цветет мне нравится я не убираю и вообще мне синюхи вот многие вот просто раскидываются вот падают я не знаю они прямо такие мощные них стволы они вот почему-то под тяжестью свои падают но цветут ниже получается и очень обильно и так красиво не знаю мне нравится меня устраивает ну упал упал бог с тобой мы главное цветет вот но и здесь всякие разные еще у меня традисканция голубенькая синенькая там пиончик авантюра от ворошиловой сеянец тоже симпатичный сейчас подойду к нему вот сенец от ворошиловой анны борисуны авантюра вот такой она меня распустился красавица еще и там полыньки такой ревень с меня ростом здоровый на самом деле нравится его цветы такие они не знаю короче интересные синюшка вон она какая одна сплошная сила синяя облака синяя пена не знаю как обозвать это все чудо но ярко очень красиво выглядит мне нравится климатис родищев нарастает наращивать массу а здесь вот такая геранька и красавица конечно тоже она так выросла в жидовакая большенькая потом посадила его по в прошлом году на воживую землю навоз кидаем поливаю а вот и вот такие милые цветочки короче мне нравится тоже она не как синюха цветет прямо синим синим облаком но так вот тоже зеленушкой смотрится неплохо не знаю будет меня слышно или нет ветер поднялся на микрофон и не хочу брать у меня подводит вот рабыла рабыла расцветает сейчас бутонами с бутонами скоро зацветет моя красавица она опять огромная просто огромная такая огромная она была где-то в середине лета в прошлом году а в этом году она уже начале лета такая что будет дальше я не знаю хотела вам показать я такие опоры купила фикс прайс они невысокие но вот сейчас я положила рабыла как раз на них и вот какие-то такие что вот невысоку травки положить которые заваливаются вот очень удобно вот это их и не видно но если бы я не показала вы бы не увидели и в то же время как бы вот давние вот эти лилии оранжевые зацвели я буду отсюда убирать потому что мне сюда клематисы надо насадить меня вот пустую тетка я купила клематисы они сейчас у меня растут горшочках а то буду сюда сажать клематисы это безвременник это безвременник вот такой он у меня к ним большой навоз ему нравится я правда еще поливаю поливала тут когда еще недавно тут активно ну вот он такой вырос у меня шалфеи шалфеи цветут у меня сегодня расцвел лес сибирский вот такой красавец такие они красавцы он такой вот очень красивый еще отсыл синеньким я уже убрала его еще тут будет свести где-то у меня еще один иду к королю сада который меня в этом году просто покорил я купил этот клематису игре колодяжного в прошлом году это что-то чем-то он настолько потрясный он зацвел видимо на побегах прошлого года потому что я их прикапывал землю видимо вот они немножко подросли и дали мне цветы ну потому что только снизу вот бутончики есть их несколько тут вот цветут и конечно знаете но он потрясающий я вставлю видео какой он был когда он распускался это произведение искусства мало того что цвет обалденный плюс еще такие гофрированные у него лепестки не знаю я прямо любовалась каждый день бегала чтобы посмотреть на него но очень красивый и вообще сам по себе примать с хороший вот такой уже высокий в прошлом году купила его трехлетним вот и наращивает хорошо массу вообще прелесть просто прелесть они клематис и глэдис пикард и вы здесь я вчера снимала когда меня вот микрофон подвел и здесь и дело злота огласка обалденная посмотрите какая она красавица это наша защитница в саду она кушает трипсы она кушает тлюм она вообще самая замечательная насекомое и очень красивая у нее такие крылышки прозрачные глазки глазки больше чем сама голова золотые глазки но красавица красавица девочка это наша помощница знаете что она нам помогает хорошие короче здесь смотрите у меня расцветает белая арабелла но могу сказать что растет она наращивает конечно побеги но с большим трудом прямо но с таким вообще скрипом я вчера обнаружила вот это создание я же вижу что это не сорняк долго я думала что же это такое что это такое такое лохматая красивая вот тут у меня растет лихнис лихнис сортовой красивые очень у него алые красивые цветы и потрясающий цвет листа просто очень красивый и долго да вроде похож а вроде не похож он мне дал вот такие таких малышей потому что вот я смотрю вот здесь вот в теньке лист очень похож на вот этот и я решила что это наверное он лихнис вот этот тут же у меня розочка эмилибрунты такая красавица она конечно вообще сохранилась хорошо вот и хочу я вам показать но здесь понятно хосточки не этот уголок на самом деле очень нравится очень симпатично смотрится вот хочу я вам показать ну солидарность я уже показывала на просто это восторг это такая красавица я хотела вам вчера точнее я вчера вечером когда снимала видео я показала вам личинку божьей коровки которая на лист уже прикрепилась и должна была и окукливаться я говорила о том что будем теперь наблюдать что вот солидарность клематис и вот на листике прикрепилась личинка божьей коровки и буду вам этот процесс показывать сказала что она должна быть оранжевой и соответственно может быть даст бог мы увидим рождение самой божьей коровки сегодня вот сегодня сегодня вчера я снимала 11 июня сегодня 12 июня и посмотрите за сутки за сутки личинка божьей коровки уже превратилась в оранжевую куколку то есть все она окуклилась вот стала оранжевенькой и насколько я помню где-то дней 7 наверное приблизительно и мы сможем наблюдать как будет рождаться божья коровка я уже делала видео про личинки божьей коровки о том как они рождаются я снимала это видео я ловила целое лето все это все эти процессы от яйца и до до самой божьей коровки вот кому интересно оставлю в комментариях эту ссылку на это видео вот но кому интересно будем наблюдать короче как родится божья коровка вот так что вот на солидарности она у меня а вот кстати вариегатная синюха тоже которую помните если я показывала в растопырку вот так вот свела некрасиво не как обычно синюха вертикально вот как-то она вот так приземиста но вот у нее другой лист вот у нее белый вариегатный лист немножко другой вот она вот такая синюшка но все здесь у меня тоже аквилегии аквилегии климатисы барбарисы локсы наращивают массу ну короче вот о чем хотела показать вот этим ирисы я вообще ну с ирисами не особо давно их привезла я то в одно их место кину то в другое их место кинуть пересажу тут мне не нравится тут а вот сюда вот посадила в эту клумбу мне стал нравится первых как бы интересно такое сочетание с шалфеем то есть я не ожидал просто сумела там уж что будет то будет и мне понравилось конечно и вообще мне понравилось конечно вообще вот сочетание и ириса и шалфеи все это достаточно красиво смотрится и решила что оставлю все как есть у меня тут пиончики есть есть клематисы красота красота посмотрите какая красота обалденный сэмчик обалденный здесь у меня растет княжек вчера на закате прям она будет красавец красавцем вот такое но цветет кстати обильно но не высоко то есть вот низенько совсем розочка кстати вот тут тоже вчера снимала в эту ручку и увидела тоже личинку божьей коровки но не обычным божьей коровки вот она кстати сидит тоже вот тут сидит такая вот она немножко отличается от обычной на личинке божьей коровки ведь она более такая черно-белая короче вот и она тоже кушает любых больших количествах и вообще она хороша в теплицах и и вот в теплице помещают потому что она хорошо работает в теплицах вот у меня тут все съела вот здесь для еще немножечко вот есть на розе а вот тут уже видите не искривленный бутон все хорошо ровненькие красивенькие для сухая везде есть но скоро если будет меня цвести так вот это личинка не простой божьей коровки а 5 15 точечный по-моему она так называется это вот белая точнее желтая желто-черная коровка вот и тоже в этом году вот у меня много личинок вот этой коровки за что это тоже полезное насекомое полезная божья коровка божьи коровки все полезно они их очень большое количество очень они разные еще их разное количество точек у них вот но они все полезные они все кушают любых личинки тоже ну буду прощаться с вами хорошей вам погоды до свидания а а а Субтитры создавал DimaTorzok